Почему светофор зеленый? Да потому что он в жизнь влюбленный. Влюбленный в жизнь водителей и пешеходов. На некоторых перекрестках Самары в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» изменились режимы работы светофоров. Были определены пересечения дорог, где основной причиной стал маневр левого поворота и непредоставление преимущества движения автомобилям, едущим прямо. Чтобы минимизировать аварийность на таких перекрестках, нужно разделить транспортные потоки. Для того, чтобы от этого уйти, чтобы снизить количество ДТП, чтобы снизить число граждан, которые становятся жертвами этих дорожно-транспортных происшествий, применено такое решение, как светофорное регулирование в виде отдельной секции зеленого сигнала на левый поворот. Когда машины проходят перекресток, часть из них едет в прямом направлении, а часть поворачивает направо. А для тех, кто поворачивает налево, еще на нескольких светофорах появилась отдельная стрелка. Когда она горит зеленым, встречному потоку зажигается красный свет. То есть встречный транспорт стоит, и водителя свободно поворачивает налево, что снижает вероятность лобового столкновения практически до нуля. Иногда движение бывает, если прямо не горит зеленый, то есть это движение, а встречные машины хотят повернуть тоже налево, с своей стороны. И я в это время поворачиваю, то есть и получается очень неудобно. Сейчас это стало очень удобно. Чтобы понять, где необходимо усовершенствовать режим работы светофоров, Департамент транспорта, Департамент городского хозяйства и экологии совместно с ГИБДД ежегодно проводят мониторинг и анализ дорожно-транспортных происшествий, после чего власти Самары утверждают перечень очагов аварийности. По результатам такого анализа в этом году в рамках реализации мероприятий нацпроекта в областном центре режим работы светофоров был изменен на восьми перекрестках. Например, на перекрестках Антона Вовсеенко, Ивана Булкина, Авроры Дебенко. Кроме того, уделяется внимание и времени, в течение которого горит зеленый свет. Мы всегда стараемся, исходим из того, что с одной стороны, конечно, у нас транспортные потоки большие, вот эта маятниковая миграция, когда утром все едут в центр, вечером все едут из центра. Конечно, с одной стороны, хочется как можно больше, чтобы зеленый свет горел для транспорта, чтобы поток не стоял, чтобы не образовывались заторы. С другой стороны, мы понимаем, что для пешеходов зеленый свет тоже должен быть гореть, и он должен гореть в комфортное время, чтобы люди могли уйти, успеть перейти дорогу. Зеленый свет для пешеходов должен гореть столько, сколько необходимо времени для родителей с детскими колясками, для людей преклонного возраста и маломобильных горожан. В настоящее время перечень перекрестков, где планируется изменить режим работы светофоров, пока определяется. Сейчас детальный анализ аварийности по итогам 2022 года находится в стадии подготовки. Специалисты отмечают, что проблемы решаются не только с помощью изменения режима работы светофоров. Большое значение также имеют разметка, дорожные знаки, пешеходные направляющие ограждения. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.